Сегодня будем разбираться, что такое теоретическая тарелка и тепломассообмен. Две достаточно скучные теоретические вещи, без которых на практике качественный самогон приготовить невозможно. Присоединяйтесь, поехали! Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Самогон Саныч. Итак, постараюсь объяснить эти два понятия самогоноварения, теоретическая тарелка и тепломассообмен как можно проще, буквально на пальцах. Не будем заглядывать ни в какие таблицы, смотреть какие-то умные научные статьи, ну и также мы не будем смотреть никакие графики. Поможет в этом нам вот этот вот самогонный аппарат Домспирт. Это аппарат из серии 1, аппарат любой напиток. Как видите, это тарельчатая ситчатая колонна. Ссылочку на производителя я оставлю в описании к данному видео. А мы с вами приступаем к теме нашего видео. Итак, первое. Теоретическая тарелка, что это такое, с чем ее едят и вообще для чего она нужна. Значит, смысл в следующем. Если вы, уважаемые зрители, желаете сделать перегонку, допустим, спирта, содержащей смеси, в которой находится 10% спирта, вы делаете первую перегонку и делаете ее на обычном аппарате. Имеется в виду аппарат без всяких прибамбасов, то есть есть перегонный куб, есть трубопровод, есть холодильник. Все. Нет ни барбаторов, ни колонн, ни узлов отбора, ничего лишнего. Нет, вот есть три части. Перегонный куб, трубопровод, холодильник. Все. Значит, после этой перегонки максимально, что вы сможете получить, это самогон или спиртосодержащую смесь крепостью 40% спиртуозности. Итак, мы взяли спиртосодержащую смесь 10%, перегнали, получили спиртосодержащую смесь 40% спиртуозности на абсолютно простом, если хотите, дедовском аппарате. Вот эта перегонка и есть теоретическая тарелка. Однако, если вы хотите получить самогон более высокой крепости, нам необходимо сделать еще одну перегонку. То есть мы берем спиртосодержащую смесь 40%, точно так же ее перегоняем и получаем уже спиртосодержащую смесь 60% спиртуозности. Это еще одна теоретическая тарелка. Итак, вот мы сделали две теоретические тарелки, они нам дали из 10% спиртосодержащей смеси спиртосодержащую смесь, в которой уже 60% спиртуозности. Мы с вами хотим еще более крепкий самогон. Мы берем 60% смесь, перегоняем, получаем 70% смесь. Потом мы можем взять 70% смесь, еще раз перегнать и получим уже спиртосодержащую смесь 75% спиртозности. Как вы заметили, что с каждым этапом перегонки, с каждой теоретической тарелки мы получаем более высокую спиртозность, но сама дельта этой спиртозности становится все меньше и меньше. Если первый раз с 10% до 40%, то есть 30% мы прибавили всего за одну перегонку, то с 70% до 75% мы тоже прибавили всего лишь за одну перегонку. Если нам необходимо получить спирт 96,6% спиртозности и с 10% спиртосодержащей смеси, нам необходимо будет сделать 9-10 таких перегонок. То есть нам необходимо 9-10 теоретических тарелок. Надеюсь, я понятно объяснил, что называется на пальцах. Теперь я хочу сделать небольшое отступление. Вот, кстати, ротафи поэтому и ушли с рынка. Или это класс такой напиток, который сейчас практически забыт. Дело в том, что в 18-19 веке они были достаточно популярны среди дворянства, но они имели очень большой недостаток. По классическому рецепту ротафии готовились на спиртосодержащей смеси, крепость которой была аж 90 градусов. Как вы понимаете, тогда ректификации не было. И для того, чтобы получить вот эти 90 градусов, это надо было делать там вот 7-8 перегонок, просто чтобы получить спиртосодержащую смесь, которая подходила для производства дальнейшего ротафи. Это было, конечно, очень и трудозатратно, и энергозатратно, да и по деньгам, наверное, это тоже было достаточно затратно. Поэтому, в общем-то, это делалось только в дворянских поместьях. Но, тем не менее, и там в свое время уже забыли этот рецепт, поскольку ротафи были вытеснены с алкогольного рынка, так скажем, настойками и наливками и ликерами, которые в своем производстве были гораздо проще, чем эти самые ротафи. Поэтому ротафи сейчас просто вспоминают, что были такие напитки, но практически никто их уже сейчас не готовит. Значит, с теоретическими тарелками мы с вами разобрались, да, это, по сути, одна перегонка. Значит, теперь, что такое физическая тарелка? Физическая тарелка – это контактное устройство, на котором происходит максимальное соприкосновение пара и жидкости с последующим тепломассообменом. Физические тарелки как раз-таки вы можете видеть здесь, вот в натуре, на этой колонне. Что нужно знать о физической тарелке? Вот здесь вот колонна аппарата «Домспирт» – это метровая колонна, трехдюймовая, и всего у нее вот таких вот 18 тарелок. Значит, нужно понимать сразу, что КПД физической тарелки составляет всего 50-60% от КПД теоретической тарелки. Понятно, теоретическая тарелка – это как бы стопроцентная, но это теория. На практике, на самом деле, тарелки так эффективно не работают. Еще раз говорю, КПД всего 50-60%. Таким образом, если по теории мы считаем, что 96,6% можно получить через 9-10 перегонок, то если мы хотим 96,6% получить на физической тарелке, тарелок нужно в два раза больше. Именно поэтому вот в этой колонне 18 тарелок, то есть из расчета КПД 50%. Почему такой низкий КПД? Дело в следующем, что теорию мы рассуждаем 10% раствор спиртосодержащей смеси, где есть только вода и спирт, 10%. Вот мы это перегоняем. На практике мы таких растворов с вами никогда не перегоняем. На практике мы с вами перегоняем брагу. И брага может быть тоже 10-12%, может 14% спиртозности. Но смысл в том, что кроме спирта и воды в браге содержится еще от 100 до 150 различных наименований, от которых нам с вами нужно избавиться. Другими словами, это достаточно грязная спиртосодержащая смесь. И наша задача с вами во время перегонки как раз-таки вот эти все примеси отбросить и выделить именно спирт и воду. В общем-то и все, что мы решаем за эти перегонки. Тогда наш самогон будет более качественный. Как же на ректификационной колонне мы избавляемся от этих примесей? Еще раз повторю, что вот физическая тарелка это контактное устройство, на которое происходит тепломассообмен. То есть вот если мы посмотрим на эти тарелки и начнем нагревать куб, мы увидим со временем, как здесь все будет выстраиваться как бы в очередь, и как будет происходить этот тепломассообмен. Давайте внимательно посмотрим на этот процесс. Итак, вы видели, как происходит вот этот тепломассообмен. Этот аппарат Домспирт дает возможность это увидеть. Масса аппаратов такую возможность не дает, поскольку вы сами понимаете, если у вас царга из нержавейки, вы ничего не увидите, что внутри царги происходит. А здесь вы это все прекрасно видите. Но я на что хочу обратить ваше внимание. Что с одной стороны, это завораживающее зрелище, хочется просто любоваться. Но с другой стороны, это зрелище имеет еще и чисто практическое значение. Дело в следующем, что когда вот этот процесс тепломассообмена начинает происходить, и вы его начинаете лицезреть, вы можете сделать выводы о том моменте, когда нужно начать отбор. Дело в следующем, что при тепломассообмене во всей царге этот процесс должен идти абсолютно равномерно. Если мы начнем нагрев, мы увидим, что сначала у нас начинают кипеть верхние тарелочки, потом все распространяется ниже-ниже, наконец доходят до самой первой тарелки, которая ниже всего от куба. И в какой-то момент вы видите, что весь процесс начинает происходить абсолютно одинаково по всей царге. Вот это тот момент, который нужно как бы засечь по времени. Это начало работы колонны на себя. И для того, чтобы получить качественный самогон, вот этот равномерный процесс тепломассообмена, он должен происходить порядка 20-25 минут. Иногда даже до 30 можно допустить, ничего тут страшного не будет, только будет более чистый самогон. Так вот, когда этот процесс тепломассообмена пройдет 20-30 минут, тогда вы сможете уже частично перекрывать дефлегматор и начинать отбор голов. Ибо после этого времени с верхней части царги у нас сконцентрируются все легкокипящие фракции, то бишь головы, потом будет тело и потом уже хвосты. Итак, с теоретической тарелкой мы с вами разобрались. С тепломассообменом тоже разобрались. Теперь вы понимаете, что красота работы этой колонны, колонны это не только красота, но и конкретная чистая практика. Еще один довесок хочу сказать. Вот иногда мне задают вопрос, а как мне вот на такой колонне получить недоректификат? Вот я сделал зерновую брагу, я сделал там фруктовую брагу. Я не хочу получить 96,6%, чтобы там не было вообще никаких запахов и вкусняшек изначального сырья. Как мне сделать? Все очень просто, уважаемые зрители. Вот исходя из этих теоретических тарелок. То есть у нас здесь царга с вами, 18 тарелок физических. Аппарат Домспирт. Аппарат Домспирт это стандартные комплектации. Если мы возьмем дополнительно к этому аппарату вот такую вот еще одну царгу, здесь, как видите, 9 тарелок физических. При этом все эти тарелки, кстати, медные. Так вот, на такой царге, естественно, вы 96,6% уже никогда не получите. Вспомните, как я вам рассказал, сколько перегонок надо, сколько теоретических тарелок надо, чтобы получить 96,6%. Так вот, на такой царге вы никогда не получите 96,6%. Но недоректификат с сохранением ароматики вы всегда можете получить. Другими словами, если вы дополнительно покупаете вот такую царгу, вы всегда можете вот эту длинную царгу, штатную, заменить на такую невысокую и получить уже ароматный самогон. Ну и естественно, этой царге тоже надо будет дать поработать на себя и лизреть весь этот процесс тепломассообмена, который должен быть равномерно распределен по всей этой царге. Ну, а на сегодня все. Мы с вами разобрались с теоретическими тарелками, с тепломассообменом и разобрались, как получить недоректификат, если это вам нужно. Еще раз напоминаю, что все эти вопросы мы рассматривали на самогонном аппарате Домспирт. Трехдюймовая колонна, которая является одним аппаратом для любого напитка. Ссылка на производителя в описании к данному видео. А с вами был Самогон Саныч. Вам, уважаемые зрители, здоровья и веселых застольей! А с вами был Игорь Негода.